Здравствуйте! В эфире новости Красноармейска. С вами Владимир Комаров. Спорт получил поддержку. Хоккейному клубу «Вихрь» строят отдельное помещение с раздевалками и душевыми. Новое место для детского досуга. На улице Морозова открыли современную игровую площадку. Жители Красноармейска готовы помогать друг другу. В минувшие выходные в городе прошла акция «Добрая покупка». В Красноармейске встретили зиму песнями и танцами. В городском дворце культуры прошел фестиваль искусств «Русская зима». Хоккейный клуб «Вихрь» получит отдельное помещение с раздевалками и душевыми. Работы по установке быстровозводимого здания уже начались. Подробности у Юлии Репиной. Совсем недавно мы рассказывали о том, что на хоккейном корте на улице Дачной, где занимается клуб «Вихрь», появилось новое резиновое покрытие. И вот на прошлой неделе возле корта начался монтаж быстровозводимого здания. Основные части одноэтажного здания уже остановлены. Ведутся внутренние работы, утепление и подключение к коммуникациям. Уже на этой неделе здание должно быть полностью готово. Это отличный подарок хоккеистам к началу нового сезона. С января 2019 года Россия переходит на цифровое телевещание. Телевизоры, которые принимают аналоговый сигнал, перестанут показывать. Но абонентам кабельного телевидения «Крастелеком» не стоит беспокоиться. Почему? Расскажем далее. Эпоха аналогового телевидения постепенно уходит в прошлое. С января 2019 года Россия перейдет на цифровое вещание. Практически все телевизоры, купленные после 2013 года, могут принимать цифровой сигнал. Что же делать людям, которые смотрят старые телевизоры? За разъяснениями мы обратились к генеральному директору компании «Крастелеком» Анатолию Лагвенову. С Останкинской башни на город Красноармейск будет идти только цифровое телевидение, не будет идти аналоговое телевидение, которое шло все это время. У многих пользователей, которые смотрят телевизоры, значит, телевизоры старых моделей, которые цифровые каналы просто не принимают. Поэтому для приема цифрового контента из эфира им необходимо было бы купить какую-то приставку, которая бы преобразовывала цифру в аналог. Те пользователи, которые смотрели телевизор у нас в кабеле, они с самого начала получали два пакета. То есть один пакет был аналоговый, он был напрямую из эфира аналогового и шел в кабель. И второй пакет был цифровой. То есть у кого телевизоры позволяли принимать цифровой пакет, они видели два пакета, один старый аналоговый, один новый цифровой. Те, кто цифрового пакета не видел, значит, у них телевизоры просто старые. И им вот необходимо будет, было бы купить такую приставку. Но мы со своей стороны решили эту проблему для пользователей таким образом, чтобы они не приобретали никакого дополнительного оборудования, и все осталось как прежде. То есть те пакеты аналоговый и цифровой в нашей сети сохранятся. Для этого мы купили специальную головную станцию, которая принимает цифру и преобразует ее в аналог, для того, чтобы пользователи, у кого старые телевизоры, могли продолжать смотреть в том же виде, в котором они смотрят сейчас. То есть им ничего не нужно приобретать, они просто смотрят, как смотрели. Сегодня кабельное телевидение «Красцелеком» обеспечивает показ более 40 каналов как в аналоговом, так и в цифровом вещании. И в новом году они будут по-прежнему доступны для всех абонентов. В связи с тем, что мы вынуждены были приобретать дополнительное оборудование, проводить работы по модернизации сети, мы поднимаем с 1 января абонентскую плату для жителей с 50 рублей до 75 рублей в месяц. Это все равно очень небольшая абонентская плата, если смотреть ее по сравнению с другими городами, провайдерами. Но она покрывает наши затраты на обеспечение аналогового телевидения для тех, у кого его нет. Если вы не являетесь абонентами кабельного телевидения и пользуетесь обычными антеннами, не принимающими цифровой сигнал, то должны знать, что с января они не смогут обеспечить показ телевизионных передач. В технических характеристиках антенны и телевизора должны быть латинские буквы DVB-T, дополненные цифрой 2. Это и есть гарантия того, что ваши устройства могут обеспечить показ в цифровом качестве. У новостроек на улице Морозова установили новую детскую площадку. По случаю открытия состоялся настоящий праздник. Настоящий вертикальный лабиринт, в котором хотят полазить даже взрослые. Множество игровых конструкций и спортивные тренажеры есть на новой детской игровой площадке на улице Морозова. На ней уже играют дети из ближайших домов, а также ребята со всех домов улицы Морозова и Краснофлотская. Новая площадка была установлена в Красноармейске недавно по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Торжественное открытие площадки прошло на прошлой неделе. Эта площадка установлена дополнительно по губернаторской программе. Андрей Юрьевич распределил дополнительные лимиты. Мы согласились, что готовы ее поставить. Основание за счет города, освещение за счет города, а все остальное это подарок губернатора. Но есть планы и на будущий год сделать больше таких? Да, мы подали уже заявку на шесть таких площадок, ну такого типа. Надеемся, что нас поддержат. Ну и в следующем году проинформируем жителей, сколько нам таких площадок достанется. Важность создания благоприятных условий для прогулок детей отметил заведующий отделением Северная государственной жилищной инспекции Московской области Дмитрий Филатов. Установка детских площадок нужна для того, чтобы, наоборот, улучшить досуг наших детей, наших детей Подмосковья, чтобы они более радовались в связи с тем, что данные современные конструкции, они безопасны, они специально продуманы, специально сделаны для того, чтобы улучшалось наше детство, как говорится, у наших же детей Подмосковья. А как вы оцениваете вот площадку, которая установлена здесь у нас? Великолепная, честно скажу, очень великолепная. Есть и данная площадка для маленьких возрастов, детей, которые там совсем уж маленькие, и есть для детей, которые в районе 10-13 лет, которые можно полазить, покататься, ну и замечательное время провести. Остается только надеяться, что наши дети будут относиться к площадке бережно. Жители Красноармейска помогли малообеспеченным семьям продуктами и вещами. В Красноармейске прошла традиционная акция «Добрая покупка». По традиции, в последний месяц года жителям Красноармейска предложили проявить заботу о тех, кто в этом нуждается. В торговом центре «Центральный» в супермаркете «Пятерочка» и в магазине «Ярче» в микрорайоне Северном прошла благотворительная акция «Добрая покупка». Мы призываем людей помогать людям, у которых нет возможности даже сходить в магазин, у которых нет родственников, которые о них заботятся. И благодаря этой акции мы помогаем этим людям, которые могут жить дальше, надеяться на лучшее. Волонтеры юноармейцы предлагали людям купить продукты, бытовую химию или другие товары для дома и положить их в добрую корзину. Пункт сбора и сортировки организовали в Центральной библиотеке Красноармейска. Мы уже отвезли три больших тележки в библиотеку. На другой точке тоже корзины были полными. Две корзины и еще две коробки. Их тоже уже отвезли в нашу библиотеку. Люди активно принимают участие в акции. Мы и сами уже приняли участие в этой акции. Десятки горожан поддержали благотворительную акцию «Добрая покупка». Одни откликались на призывы волонтеров, другие, заметив яркие шары, сами интересовались акцией. Были и те, кто целенаправленно приходил в магазин, чтобы поучаствовать в благотворительности. Сегодня довольно-таки у нас активные жители. Несут, вот сами видите, много продуктов. Ну и сейчас мы еще будем работать где-то около двух часов. Я думаю, у нас еще продуктов здесь прибавится гораздо больше. Волонтеры совместно с сотрудниками социальной защиты населения в ближайшее время сформируют наборы и передадут их детям-инвалидам и малоимущим семьям. Активные пользователи портала «Добродел» и социальных сетей встретились с главой города Кириллом Тимошковым. На встрече обсудили вопросы различных сфер жизни города. Подробности далее. Из онлайна в реальность. На минувшей неделе прошла встреча главы красноармейской Кирилла Тимошкова с активными пользователями портала «Добродел» и городских групп в социальных сетях. Есть проблема, давайте ее решать. В любом случае, Инстаграм, Фейсбук и Вконтакте с названием «Кирилл Тимошков» все знают любая записка, письмо, обращение. За чашкой чая разговор шел о работе портала и о откликах администрации на вопросы граждан в социальных сетях. Кроме того, главе задали вопросы, касающиеся как в целом развития Красноармейска, так и более частные вопросы, требующие конкретного решения в вопросах благоустройства. Диалог получился живым и продуктивным. Кирилл Тимошков предложил, если подобный формат устраивает активных горожан, то проводить такие встречи чаще. По мнению городоначальника, сделать город комфортным и уютным не получится без обратной связи от жителей, без конкретных пожеланий и их участия в общегородских мероприятиях. Другие городские проблемы и личные вопросы обсудили на встрече главы города и жителей Красноармейска. На встрече побывала и наша съемочная группа. Активный диалог был на очередной ежемесячной встрече главы Красноармейска Кирилла Тимошкова с жителями. Основной темой стал вывоз мусора. Особенно это актуально, учитывая, что с нового года по всей Московской области заработают новые экологические стандарты. Основные изменения. Повсеместно вводится раздельный сбор. Вывоз мусора станет коммунальной услугой, плата за которую рассчитывается в области в зависимости от кластеров, в которую входит конкретный населенный пункт. Более подробно о новых правилах вывоза мусора в регионе и в Красноармейске, в частности, мы расскажем в ближайшее время, в рамках серии сюжетов. Ноябрьская встреча с жителями получилась активной не только из-за мусорной темы. Граждан волновали вопросы введения платы за ВКГО, неуплаты налогов в городской бюджет тех жителей, что работают в столице, работы управляющих компаний и вопросы благоустройства. По всем вопросам были даны разъяснения, озвучены сроки выполнения работ либо причины, по которым желания конкретных граждан не могут быть исполнены. Депутат Московской областной думы Сергей Двойных посетил Красноармейск и провел прием жителей. Люди обращались с вопросами благоустройства города, льготные лекарства и материальной помощи. Подробности далее. Депутат Московской областной думы Сергей Двойных посетил Красноармейск и провел прием жителей. За поддержкой к депутату обращались люди, которым нужна материальная помощь. Одной из жительниц необходима была помощь в приобретении средств реабилитации для ребенка после недавней операции. Обращались по поводу льготных лекарств и с другими вопросами. Часто люди обращаются, которые оказываются в сложной жизненной ситуации, это и различные болезни, у кого-то сгорел дом, квартира. И в бюджете Московской области заложены средства на так называемую материальную помощь. Эти средства есть, люди обращаются, мы пытаемся определить приоритеты, потому что все равно средства ограничены и помочь сразу и всем невозможно, но такие возможности есть, люди с ними обращаются. Во время своего визита Сергей Двойных посетил детско-юношескую спортивную школу и подарил юным спортсменам инвентарь. Поздравил нас с 25-летием образования детско-юношеской спортивной школы, подарил рабочий инвентарь для отделения баскетбол, футбол, волейбол, мячи. Также поговорили о том, в какие программы мы вступили и какие программы мы планируем вступить с нашими объектами, какие вообще у нас планы, как идет развитие детско-юношеской школы, сколько, какая численность. В следующем году на территории Дю США планируется реконструкция хоккейной коробки, а также реконструкция футбольного поля, которое будет застелено искусственным покрытием. Врачи и пациенты должны друг друга слышать. Общественная палата организовала встречу руководствами санчасти и горожан, чтобы дать возможность людям высказать замечания и предложения по улучшению работы медучреждения. Подробности расскажет Екатерина Мелкозерова. Тема здравоохранения «Не терять своей актуальности» в красноармейские вопросы состояния и совершенствования медицинского обслуживания населения города в очередной раз вынесли на обсуждение. Модератором слушаний выступила общественная палата. Этот вопрос, но немножко в другом плане. Доступность и качество медицинского обслуживания мы заслушали с вами еще в 2015 году, в сентябре. Тогда была принята резолюция, которая была направлена и ФМБА России, и в нашу любимую медсанчасть номер 154 руководству. Какие-то моменты были решены, но основной вопрос, если вы помните, это было материальное состояние нашей медсанчасти, проведение ремонтных работ, лекарственное обеспечение. Это были вопросы кадров и вопросы организации приема пациентов в нашей поликлинике. Начальник медсанчасти номер 154 Григорий Флакс подробно рассказал о достижениях лечебного учреждения, о положительных переменах, которые произошли за последние несколько месяцев, остановился и на проблемах. Нет организации без проблем, поэтому мы, естественно, это решаем. И спасибо, что вы задаете вопросы. Наши проблемы самые больные. Да, наши проблемы самые больные, естественно, да. Я хочу просто напомнить, что сегодня поликлиника медсанчасти рассчитана на 750 посещений в смену и оказывает помощь порядка 5000 человек в неделю. Я это говорю на сводке у главы администрации, эти цифры, они колеблются от 4,5 до 5 с лишним. Это постоянное количество людей, которые... То есть это громадная нагрузка на врачей, это громадная нагрузка на руководителя клинического подразделения. Я понимаю, что, наверное, какие-то есть вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи терапевтической. Большинство участников публичных слушаний высказывали претензии относительно того, что очень сложно попасть на прием к терапевту. А о том, что не хватает терапевтов, это действительно так. Это действительно так. Очень тяжело попасть. Вы знаете, что во всех остальных лечебных учреждениях Московской области попасть к врачу в день обращения практически невозможно. Потому что сейчас существует упорядоченно вообще прием врачей. И есть определенные объемы, свыше которых заставить мы врачей не можем заставить, а они их выполняют. Нет такого законодательства, которое бы заставило врача работать на две и более ставки. А доктора сейчас принимают, я говорю о терапевтах и даже о русских специалистах, которые принимают в день до 60 человек. Вдумайтесь в эту цифру. Привлечь на работу в медсанчасть врачей можно за счет предоставления социальных гарантий, так считает руководство медсанчасти. Депутат Катков выразил готовность помогать медикам в решении этого вопроса. Поднимали участники слушаний вопросы относительно работы детской поликлиники. Среди них обеспечение льготными лекарствами состояния помещений. Выяснилось, что планируется открыть отделение детской поликлиники в здании, которые находятся на территории медсанчасти. Сейчас его состояние плачевно и потребуется немало материальных вложений, чтобы исправить ситуацию. Так что пока это довольно далекая перспектива. По итогам общественных слушаний был составлен проект резолюции, куда вошли основные замечания и предложения от участников. Начальник медсанчасти Григорий Флакс оценил эффективность работы общественной палаты и поблагодарил жителей за конструктивный диалог. Думаю, будут хорошие результаты нашей совместной платформы работы. В любом случае считаю это очень важным мероприятием и относимся к нему с большим пониманием. И очень приятно, что в городе настолько развито общественное мнение и люди неравнодушны к своим проблемам, к проблемам своих близких, соседей, друзей и так далее. Это очень здорово и приятно. Григорий Арнольдович, а какое из предложений, которые сегодня Вы услышали, Вам показалось наиболее конструктивным? Ну, наиболее конструктивное предложение было вопрос решения кадрового дефицита по возможности оказания медсанчасти помощи, так сказать, для сотрудников медсанчасти с жильем. Я считаю, что это одна из важных проблем, и таким образом сможем, так сказать, преодолеть кадровый дефицит, который есть везде. Он у нас достаточно нормальный, стабильная ситуация, но тем не менее никогда не бывает совершенства в этом вопросе, поэтому мы будем работать и дальше над решением кадровых вопросов совместно с депутатами, с общественной палатой. Ну и вопросы, так сказать, оказания медицинской помощи. Более подробную информацию о том, как прошли общественные слушания, Вы сможете узнать скоро из специального репортажа на нашем телеканале. Горожане сдали более полутора тонн макулатуры. В Красноармейске прошла экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». Картон, бумагу, книги и тетради несли горожане к двум точкам сбора макулатуры, развернувшимся около городского дворца культуры и Дома культуры имени Ленина в рамках областной акции «Экомарафон. Сдай макулатуру, спаси дерево». Места, где собирают макулатуру, активным жителям знакомы давно, ведь акция проходит традиционно пару раз в году и уже несколько лет. Сегодня она проходит у нас действительно в двух местах. Это ДК Ленина и ГДК. Как вы видите, активно, особенно дети соседних школ приходят и сдают макулатуру. Акция областная, проходит несколько раз в году. Я бы хотел призвать всех жителей приходить и сдавать макулатуру, спасать наши деревья. С каждым разом интерес горожан к акции растет. Все больше людей задумываются об экологии. Ведь одна тонна макулатуры способна спасти от вырубки 10 деревьев и сэкономить 1 тысячу киловатт энергии и 200 кубометров воды. Люди пошли с самого начала. То есть у нас уже за первые полчаса пришло, ну точнее, если в килограммах, это было больше 200 килограмм. На данный момент у нас только на точке ДК Ленина почти 500 килограмм. Плюс у нас есть точка в ГДК. А так в целом люди идут. Идут как учреждения, учителя с своими детьми, учениками, так и сами люди. В основном, правда, пожилого возраста. Молодые, которые приходят сдавать макулатуру, их меньше, конечно. Но все равно как бы есть и те, и другие. Люди привозят макулатуру как на машинах, так и в руках. Даже приехал человек, который привез все это на тележке. В этот раз жители Красноармейска собрали одну тонну 600 килограмм макулатуры, что на 100 килограмм больше, чем в прошлый раз. Самыми многочисленными экоактивистами оказались школьники. На сдачу макулатуры ребята приходили целыми классами. 9 килограммов, а я с половиной. С половиной? А где же ты это все насобирал? Мама дома мне помогла собрать макулатуру. А как ты думаешь, зачем надо сдавать макулатуру? Не знаю. Ну, бумагу из чего делают? Из дерева. А если бумагу перерабатывают, то какая польза для природы будет? Дерево. Дерево не будут вырубать, да? И сохранится. Кто сколько килограммов макулатуры сдал? Давайте рассказываем. Я 2 килограмма. А ты? Я тоже 2 килограмма. Давай, че-че-че. Сейчас, давай, ребят, другие расскажут. Я 5 килограмм. 5 килограмм. 8. 8. А кто больше? Я 8 тоже. Тоже 8? Ребята, а какую макулатуру-то сдавали? Что у вас было? Бумага. Бумага, газета, журналы. У меня бумага и газета. У нас журналы еще. А книжки школьные никто по ошибке не сдал? Нет. Еще пригодятся, да? Да. А на этом все. Далее выпуск продолжит новости культуры и спорта. А я с вами прощаюсь. До свидания. Здравствуйте. С вами Юлия Репина. И теперь о новостях культуры и спорта. Зимушка-зима вступила в свои права. Для людей творчества в нашем городе это означает, что настала их пора. Фестиваль искусств «Русская зима» открылся в первый день зимы. На сцене городского дворца культуры прошел первый концерт в фестивале искусств «Русская зима». Это событие – начало зимних мероприятий городского дворца. Впереди мастер-классы, концерты, новогодние елки и дискотеки на льду. Открывали фестиваль творческие коллективы городского дворца культуры. Фестиваль искусств «Русская зима» в Красноармейске проходят до конца февраля, когда начинается масленичная неделя. Всю зиму площадки дворца культуры будут открыты для творческих коллективов Красноармейска и гостей из других городов Подмосковья. Праздник доброты и ласки – День матери. О том, как в Красноармейске поздравляли мам, расскажет Валентина Андреева. В Красноармейске всегда с особым волнением ждут этот праздник. В этом году в городе было проведено множество мероприятий, приуроченных ко Дню матери. Но главное торжество состоялось на сцене городского дворца культуры. Добрый совет позвонить маме дал глава города Кирилл Тимошков, поздравляя виновниц торжества. Наверное, самый главный, основной подарок для мамы, можно много представить, цветы, какой-то подарок может быть ценный, но я считаю, что самое главное это позвонить, приехать, спросить, как дела. И, наверное, не только в День мамы, а каждый день и просто позвонить. Вот позвоните, знаете, вот была такая реклама социальная, позвоните родителям, вот призываю, звоните мамам чаще. Председатель горсовета Михаил Сухарев и начальник отдела образования Лариса Лазарева также выступили перед гостями с поздравлениями. Лучшим мамам Красноармейска вручили благодарственные письма, а один из творческих коллективов подготовил совместное выступление со своими мамами, которое стало приятным сюрпризом для зрителей. Шестой раз в Красноармейске прошел открытый конкурс исполнителей песни в жанре шансон на волне шансон 2018 с подробностями Валентина Андреева. Для многих горожан этот концерт давно стал одним из самых ожидаемых событий в культурной жизни Красноармейска. Шестой раз на сцене городского дворца культуры прошел открытый конкурс на волне шансон. В очередной раз поклонники этого музыкального жанра с удовольствием погрузились в душевную атмосферу мероприятия. Песня «Манит, манит, манит карусель, Хрусти любви, неверная подруга». Ну скажи, зачем меня ты позвал, Заключил в объятья И свет не милный без любви твоей. А сейчас злая и матерая соляга. И я скажу тебе о старой памяти Привет, чечёточка, привет, Витёк. Нам очень понравилось. Очень нравится, да. Вообще нравится, как наши поют все. Вот ходим на вечера, вот они там выступают, очень замечательно. Да, хорошо, молодцы. А почему у нас всегда шансон проходит очень прям замечательно. Все артисты такие вот из народа поют просто. На подбор. Уже мы все молодцы. Все хорошо поют. Все-все молодцы. Очень довольны. Берюк, тоже понравился, как поют. Почаще нужно такие концерты нам делать. Ну, очень приятно смотреть и слушать, и радоваться. В общем, очень хорошее впечатление, потому что песни с вами все душевные. И задача конкурса, чтобы душа развернулась, она как раз выполнена. Девушка очень нам первая понравилась. Кристина. Очень понравилась. А потом молодой человек в белом костюме. Когда выступали дуэты, вот Ливандовский, и кто с ним еще. Из бетов мне понравились они больше всего. Мы очень довольны. Самые главные большие коллективы, не только одиночки. Вышли ансамбли, и даже хоры вышли. Не всегда такое бывает. В этом году нам очень понравилось даже. Отличное. 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 Так все организовано. Так все приятно. Вот истинно люди вкладывают свою душу в работу. И нам наслаждение большое. И те, кто организовывает прекрасно. Все шесть лет мы ходим. Я сама два года выступала на этой сцене. И всех агитируем. Чего дома сидеть? Очень хорошо. Мы каждый год на шансон ходим. Да, интересно. А как, развернулась душа сегодня? Развернулась. У них тоже. Сидим, отдыхаем. Все понравились. И большое спасибо Татьяне Владимировне. У нее очень большой опыт. И этот опыт она передает своим руководителям этих всех ансамблей, всех кружков. Большое ей большое спасибо. Перед жюри в этом году стояла сложная задача выбрать среди ярких и талантливых конкурсантов самых достойных. В возрастной категории от 21 до 44 лет лауреатом первой степени стал Александр Рябов. А в категории от 45 и старше первая степень присуждена Ладе Грищенковой. В номинации «Дуэт и трио» дипломом лауреата первой степени была награждена группа «Лира Лайм». В номинации «Ансамбли и хоры» дипломами первой степени были награждены фольклорный ансамбль «Ваталинка» и ансамбль народного творчества «Талица». Тревиадор – интеллектуальная игра, где важны не только знания, но и скорость. Ведь ответ нужно дать быстрее соперников. Команды городских школ состязались в игре, посвященной столетию окончания Первой мировой войны. Молодежь Красноармейска проверила свои знания истории. 28 ноября в Доме культуры имени Ленина прошла интеллектуальная игра викторина «Тревиадор». В игре участвовали 9 команд, в каждой по 3 человека. Играли ученики всех городских школ, юноармейцы, члены молодежного центра. «Мы выбираем каждый раз тему. То есть мы проводили годовщину присоединения Крыма, мы выбрали тему Крым, когда мы первый раз эту игру проводили. Сейчас у нас недавно было столетие окончания Первой мировой войны, и тему мы в этот раз подвели под Первую мировую войну». Цель игры – быстро отвечать на вопросы куратора. За правильные ответы команда получала новые земли и замки. Все вопросы были связаны с событиями Первой мировой войны с 1914 по 1918 годы. «Первый вопрос у нас с вами. Что послужило поводом для объявления войны Германии в 2014 году России?» «Назовите год, когда состоялась Галинская битва». «Когда?» «Правильно ответ, 1914 год начнем с этого года». «Вот, а так, первые были серьезные». Команды, занявшие призовые места, получили в подарок настольные игры. В спорткомплексе «Корпус» начинает свою работу новое спортивное направление. На занятия по кикбоксингу приглашаются все горожане. «Дорогие друзья, с удовольствием вас информирую, что у нас продолжается набор на взрослую, детскую и женские группы по кикбоксингу. Желаем всем хорошей тренировки, замечательного настроения. Ждем вас в спорткомплексе «Корпус». Приходите, ребята, заниматься. Мы научим держать удар вас и ваших детей. Это вам пригодится в жизни». На этом у меня все. Я Юлия Репина, с вами прощаюсь и напоминаю, что официальные группы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире и вы всегда будете в курсе городской жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok